Привет, любители ММО! На связи Игромания с подборкой горячих новостей виртуальных миров за ушедшую неделю. Elder Scrolls Online отпраздновала юбилей, Eternal Tombs пострадала от наплыва игроков, а фанаты Black Desert получили новый уникальный предмет. Это и многое другое в свежем выпуске новостей ММО. Давайте поставим лайки и погнали! В Тамриэле празднуют юбилей и смотрят в будущее. Разработчики Elder Scrolls Online празднуют десятилетие игры, устроив мероприятие в Амстердаме. Там авторы поделились дорожной картой на ближайший год. Согласно ей, в апреле FTS Online добавят контент для любителей взламывать замки и обшаривать карманы. В мае проект запустят в стриминговом сервисе GeForce Now, а в июне подоспеет крупное дополнение Gold Road, посвященное борьбе с культом Даэдра в имперской провинции Вест Уилд. Красоту новых локаций можно оценить в геймплейном трейлере, вышедшем на неделе. До декабря в ММО улучшат системы PvP и обустройство дома, а в следующем году запланирован загадочный ивент, посвященный набору в гильдии. Кстати, саму TES Online можно попробовать бесплатно до 9 апреля на ПК, а также на приставках Xbox и PlayStation. Видеоиграм не хватает настоящих приключений. Вот много ты знаешь проектов, где можно почувствовать себя не только опостылевшим пиратом, но и настоящим мореходом, когда бриз в лицо, бес в ребро, а океан манит действительно разными возможностями. Из новинок такое можно испытать в бесплатной игре World of Sea Battle. А оптимизация такая, что красиво и без тормозов даже на ноутбуке за 40 тысяч. Вместо гринда — бесшовный мир с живой экономикой, вдохновленный ив онлайн, пиратство, военное дело, осады уникальных портов, битвы, неограниченные временем и числом кораблей и другие PvP-режимы. Не Quadriple A, но для альфа-версии инди-игры неплохо, не так ли? Что до лодочек, то более 40 кораблей воссозданы по реальным чертежам 16-18 веков вплоть до количества тросов и размера пушек. Лишь часть судов вдохновлены легендами вроде «Черной жемчужины». Ну и кто откажет себе в шальном желании побыть Джеком-воробьем? Так что заплывай World of Sea Battle прямо сейчас! Все подробности по ссылкам в описании. В Black Desert упростили изготовление вещей. Разработчики из студии Pearl Abyss ввели новый расходник — эссенцию Агриса. Она дается при провальной попытке улучшить вещь. Накопив достаточно эссенции, игрок гарантированно получит желанное улучшение. Кроме того, процесс изготовления предметов стал проще и благодаря точному молоту от Джея. Инструмент позволит игрокам крафтить предметы без опасения потерять их при неудачном исходе. Чудотворный молот доступен лишь до 27 ноября, и то при выполнении нескольких условий. Нужно провести в Black Desert более 200 часов, достичь 61 уровня и завершить специальный квест. Всем, кому не везет в мирных ремеслах, стоит присмотреться к охоте на монстров в Реши Руби Безумный мир. На прошлой неделе издатели Реши Руби улучшили локализацию. Теперь она есть и в третьей и четвертой главах. Работа над локализацией, как и самой игрой, продолжается в том числе с помощью комьюнити. Оставить отзыв и помочь разработчикам можно в официальных соцсетях Реши Руби. Ссылки на них, а также на регистрацию в ЗВТ, можно найти в описании. Разработчики Abyss Online открыли тестирование в Steam. Избранных пользователей пустят на серверы поучаствовать в PvP-событиях. Что конкретно ждет плейтестеров, авторы Abyss Online не сообщают. Это не мешает Old World Labs заманивать толпу подарками в виде внутриигровых украшений. Полагаем, рюшечки можно будет примерить на персонажа и с началом раннего доступа. Он стартует 18 апреля на ПК и предложит небольшой открытый мир с базовыми квестами и начальными кемпами мобов на стартовой локации. В EverQuest откроется два новых сервера — Tormax и Teak. Они будут доступны, начиная с 22 мая. Второй сервер отличается случайным выпадением предметов и возможностью свободно торговать. Даже не спрашивайте, как это работает. Серверы стартуют с установленным аддоном Ruins of Kunark. Это первое дополнение к EverQuest, вышедшее в 2000 году. Остальной контент добавят со временем. Кстати, о нем. Лишь те, кто наиграли в EverQuest более 200 часов, смогут первыми застолбить имена на серверах. Сама же предварительная регистрация начнется 24 апреля. Человечество в опасности. Обломки инопланетных кораблей упали на Землю. Правительства скрывают это, и лишь отряду наемников предстоит узнать правду. ЧВК — враг с орбиты. Это тактическая игра с прокачкой бойцов и частично разрушаемым оружием. Проявить свой стратегический гений можно уже сейчас, скачав игру по ссылке в описании. Кстати, с промокодом WELCOM.AG защищать Землю будет проще. С ним пользователь получает подарочную броню, снайперскую винтовку и другое снаряжение. Джамптаунские воины вернулись в Star Citizen. Разработчики студии Cloud Imperium Games вернули ивент, полюбившийся пользователям, но в новом виде. В 2019 году космические путешественники попытались украсть незаконный груз из лаборатории на Еле, одном из спутников планеты Крусейдер, а другие игроки этому препятствовали. Так в Star Citizen развернулось событие, незадуманное сценаристами, но повлиявшее на их сюжет. Почти пять лет спустя война за наркотики вернулась как официальный ивент. Суть та же, но масштабы выросли, местоположение лабораторий меняется. А еще посылки с запрещенными веществами могут маскироваться под безобидные вещи. Найти их, чтобы передать властям или преступникам, можно до 16 апреля. Eternal Tombs сломалась под напором игроков. 2 апреля создатели онлайн-игры провели первый плейтест. Авторы игры не предполагали, что виртуальная толпа окажется достаточно большой, чтобы обрушить игровые сервера и даже сайт проекта, превысив лимит на смену паролей. Вероятно, ажиотаж связан с тем, что Eternal Tombs предлагает необычный концепт. Гейм-мастера в реальном времени реагируют на действия игроков и манипулируют игровым процессом. В теории звучит здорово, но соответствует ли ей практика? Узнаем в следующих плейтестах или на релизе. Закрытый бета-тест ММО-экшена Once Human состоялось 5 апреля. Ранее создатели онлайн-песочницы из Starry Studio дважды переносили события. Команда проекта уже отчиталась об успехах, сообщив о более чем 10 миллионах зарегистрировавшихся пользователей. Хотя в полной версии Once Human владельцы компьютеров и смартфонов смогут играть вместе, плейтесты для обеих платформ разделили. Сейчас тестирование проходит на ПК, а до мобильных устройств оно доберется 11 апреля. На сегодня это все. Новая порция горячих новостей из мира ММО будет ждать вас на следующей неделе. Поделитесь в комментариях впечатлениями от выпуска и подпишитесь на Игроманию, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok